Православие по-китайски. Четыре года назад при московском храме святителя Николая в Галутвине открылась китайская патриаршая подворья. Оно ничем не отличается от обычного приходского храма, только в особые дни литургия служится там на китайском языке. Как связаны между собой русское православие и Китай, и какие задачи стоят перед подворьем, выясняла Галина Ледвина. Сегодня в храме святителя Николая в Галутвине состоялась божественная литургия на китайском языке в память о 222 албазинских китайских мучениках. Албазинцы – это группа людей, которая произошла от названия крепости Албазин в Хабаровском крае. Охранялась она русскими казаками, которые попали в плен. Таким образом они принесли православие на китайскую землю. Литургия на китайском языке – на аналое иконы албазинских мучеников. Они пострадали в начале 20 века во время хитуаньского восстания, которое было направлено против иностранного вмешательства в жизнь Китая. В это время в стране начались и гонения на христиан. Под пытками албазинцы отказались отречься от Христа. И китайские христиане, которые празднули мою память сегодня, они поистине засветили столь веру в Христа. У них был выбор – отречься, сохранить свою жизнь или идти за Христа до смерти. И вот из 40 членов общины христианской верными Христу до смерти остались 222 христианина православных во главе с их пресвитером, священномучеником Митрофаном Пекинским. И эта жертва легла в основание той церкви христианской Китая, а управляющей деятельности, которой мы с вами сегодня молимся. Игорь Петрович Никулин бывал в Китае, общался с православными китайцами. И его поражает их открытость. О искренности, с которой жители Поднебесной выражают свою веру, можно даже поучиться. Сегодня албазинским святым прихожанин молится и о мире на Украине. Очень хотелось, чтобы многие наши русские православные знали о том, что православие и муки за Христа, за нашу веру терпели не только в России, но и в далеком Китае. Буду надеяться, что будут многие поминать этих святых в своих молитвах и обращаться к ним за помощью. В этот день в храме не было прихожан китайского происхождения. Обстоятельства не позволили им присутствовать на богослужении. Но настоятель храма, протерей Игорь, рассказал, что помимо литургии на китайском языке, для них организуют паломнические поездки, издают православную литературу, работают творческие кружки. То, что мы делаем, не пропадет в ту и в судьбу. Это радость, которую дает нам. Христианство обязательно коснется всех, в сердце всех тех, которые ищут добро, ищут правду, ищут радость и ищут спасение своей души. И пусть в этом делании нам будут помощниками наши молитвенники, царственным местам, святые китайские ученики. Сегодня главная задача упорядочить деятельность православной церкви в самом Китае. В этой стране пока нет ни одного православного священника, собственно, китайца. И, возможно, когда-нибудь решение стать батюшкой примет кто-то из китайских прихожан московского храма святителя Николая в Галутвине.